А в декабре в Екатеринодарской епархии по обычаю подводит итоги уходящего года. О том, какие вопросы стали главными темами годового епархиального собрания, расскажут наши кубанские коллеги. Очередное епархиальное собрание, на котором собралось все духовенство епархии, открыл митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. Владыка отметил главное событие церковной жизни за прошедший год, рассказал о том, как живет Екатеринодарская епархия сегодня. Продолжается храмовое строительство, особенно радостно, когда оно подходит к завершению. Так, в поселке Южном, города Белореческа, в текущем году освящен новый храм преподобного Сергия Радонежского, в Абширонске, Свято-Тихоновский храм. В течение года были подготовлены и посвящены архиерейским чином, но построены храмы преподобного Серафима Саровского в поселке Лазурном. И всех святых на Всесвятском кладбище города Краснодара. Жизнь Екатеринодарской епархии развивается. Рождаются новые приходы, совершаются богослужения, происходят иерейские, и диаконские хератонии. В нынешнем году было совершено 10 диаконских и 9 священнических рукоположений. Всего в епархии 314 священников и 53 диакона. Есть в жизни епархии и сложности. Сейчас наступает такое время, когда все сложнее и сложнее строить храмы, получать землю под строительство этих храмов, потому что, как ни странно, при том, что все считают себя в большинстве верующими людьми, но на самом деле очень неохотно и очень сложно идет процесс передачи земельных участков под строительство новых храмов. Мы прекрасно с вами знаем, что когда закладывается новый район, как правило, мы просим всегда, чтобы в этом районе было место под храм. Но не всегда эти обращения и просьбы получают отклик. И, конечно, это один из самых таких вот, наверное, животрепещущих вопросов епархиальной жизни. Вопрос строительства храмов, как и многие другие, были обсуждены в ходе встречи. Для духовенства епархиальное собрание – это возможность общения и обсуждения насущных проблем, которые есть на приходах, а также возможность делиться друг с другом своим, может быть, чем-то уникальным опытом.